Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня хотелось бы поговорить о том это поручении, которое нам дал городской глава на последнем аппаратном совещании. Нам было это поручено пересмотреть наши тарифы, это по части снижение, с учетом этой пандемии, с учетом того карантина, в котором мы живем, и естественно финансовые нагрузки на население. Мы не будем говорить о этих тарифах на электроэнергию, на газ и на воду, так как это парафия больше МКР и ЕКП. А мы сегодня расскажем о, я сегодня расскажу о этих тарифах в наших ЖКС. Что нам это позволит рассматривать возможность снижения тарифов? В первую очередь это те основные аспекты, которые мы наработали за последний год. А. Это создание единой диспетчерской и единой аварийной нашей службы во всех ЖКСах. Б. Это лицевые счета домов, которые уже мы ввели во всех ЖКСах. И С. Это наша политика, направленная на энергоэффективность. Теперь о каждом пункте это подробнее. Что нам это позволило сделать наша единая диспетчерская и наша единая аварийная служба? Создав диспетчерскую с аварийкой, в первую очередь мы получили существенную экономию в виде фонда заработной по всем ЖКСам. Мы действительно высвободили от 10 до 15, либо где-то даже и до 20% денежных средств. Что позволит опять-таки рассматривать варианты по снижению тарифов. Также мы говорим о лицевых счетах домов. Что это позволит нам сделать? В первую очередь жители каждого дома в индивидуальном порядке смогут самостоятельно регулировать этот тариф на их дом. Жители дома видят все накопления, которые есть на счету дома. Полностью могут это контролировать, как это расходную, так и доходную часть. И в итоге, естественно, могут сами участвовать в формировании этого тарифа на свой дом. Еще один немаловажный момент, это политика энергоэффективности. Что это позволяет нам сделать? За последний год все наши ремонты, это в парадных, которые мы выполняли, и в домах ЖКС, все были направлены в первую очередь на энергоэффективность, на энергосбережение. Естественно, это позволяет нам, опять-таки, серьезно экономить этот ресурс. Все это вместе дает нам возможность действительно рассматривать этот тариф по части снижения, либо увеличивать это качество и добавлять дополнительные услуги. Это уже решать вам, жильцам, на собрании ваших домов. Учитывая, что теперь вы тоже непосредственно можете участвовать как в формировании этого тарифа, так и в формировании самих услуг. На этом на сегодня, наверное, все. Это, как всегда, видимся через неделю. До свидания.